Многие целуют руку, которую хотели бы видеть отрубленной. Тосканская поговорка, у искусства есть враг, и имя ему невежество. Любовь как кашель, все равно не скроешь. Скульптор, ненаделенный философским складом ума, создает пустые формы. Скульптор, ненаделенный философским складом ума, создает пустые формы. Постарайся подходить к своей жизни не как к череде разрозненных событий, а как к единому целому. Тогда ты поймешь, что каждый период жизни возникает из предыдущего, и уверишься в том, что новый период неизбежен. Как и у природы, у человека есть свой круг времен. Разве осенний сбор урожая менее важен, чем сев зерен весною? Одно без другого теряет свой смысл. Художник, когда он в расцвете своих сил, живет в особом мире. Обычное человеческое счастье ему чуждо. Знание истины скорее отяготит твою жизнь, а не облегчит. Тому, кто сражается с ничтожным противником, не одержать великой победы. Человек проходит. Лишь произведения искусства бессмертны. Зарабатывать свой хлеб. Что это значит? Зарабатывать свой хлеб. Или не даром его есть? Есть свой хлеб даром, или иными словами, быть недостойным его. Это, конечно, преступление, ибо каждый честный человек должен быть достоин своего хлеба. Но не уметь зарабатывать на хлеб, хотя и быть достойным его, это уже несчастье. Большое несчастье. Я думал, что художник – это человек, который всегда ищет и никогда не находит. Для него не существует слов «я знаю», «я нашел». Когда я говорю, что я художник, это значит лишь «я ищу», «я стремлюсь», «я отдаюсь этому всем сердцем». Чем старше становишься, тем вернее выражает лицо твою внутреннюю сущность. Братцы не за свое дело, все равно, что варить суп в корзине. Любовь – главное в жизни. Только в любви человек может почувствовать счастье бытия. Лучше терпеть невзгоды и серьезно учиться, чем усвоить лишь тот шик, который льстит публике. Человек, который пишет книги, делает это главным образом за тем, чтобы учить других. Чтобы идти в этом мире верным путем, надо жертвовать собой до конца. Назначение человека состоит не в том только, чтобы быть счастливым. Он приходит в мир не за тем только, чтобы быть честным. Он должен открыть для человечества что-то великое, утвердить благородство и преодолеть пошлость, среди которой влочит свою жизнь большинство людей. Я все более и более убеждаюсь, что мы не вправе судить о Боге по этому нашему миру. Этот мир – лишь неудачный набросок. Что вы делаете, когда видите в мастерской любимого художника неудавшийся набросок? Вы не пускаетесь в критику, а держите язык за зубами. Живопись должна очаровать, освежать и ласкать душу. Стоит только походить с коллегой год, как сам начинаешь прихрамывать. Гордость – непосильная для него роскошь, но порой натура человека диктует свое, не давая возможности взвесить, посильно или непосильно следовать ей. Учитель – все равно, что повар. Когда у него жилистый цыпленок или жесткая телятина, то никакой самый расчудесный соус не сделает их мягче. Реалист, если он художник, будет стремиться не к тому, чтобы показать нам банальную фотографию жизни, а к тому, чтобы дать ее воспроизведение более полное, более захватывающее, более убедительное, чем сама действительность. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова